Наступление в Орденах. Операция немецких войск на Западном фронте в ходе Второй мировой войны, проведена 16 декабря 1944 года, 29 января 1945 года в Орденах с целью изменить обстановку на Западном фронте, разгромив англо-американские вооруженные силы в Бельгии и Нидерландах, по возможности склонить США и Англию к сепаратным переговорам о мире и прекращении боевых действий на Западе, тем самым высвободить силы для Восточного фронта. Предыстория. В июне 1944 года союзники открыли Второй фронт в Европе высадкой своих войск в Нормандии. К декабрю 1944 1-я американская армия заняла позиции в северной части Орден между городами Сен-Витт и Леш. Некоторые ее части и подразделения 9-я армия вели бои в Хюртгенском лесу и на реке Рур. На этом участке фронта, где они вклинились на территорию Германии и создали плацдарм 50 км в ширину и 40 км в глубину, в Орденах на бельгийско-германской границе располагался 8-й американский корпус из 3-й армии. К югу от Орден другие части 3-й армии вклинились в линию Зекфрида, создав плацдарм на восточном берегу реки Сар. Здесь происходило сосредоточение войск для возобновления наступления на Саарскую область. Правее 3-й армии 7-я армия занимала фронт, который тянулся от реки Сар в восточном направлении, упираясь в Рейн в районе Карлсруэ. Части 7-й армии в конце ноября – начале декабря освободили северные районы Эльзаса и Лотарингии и вышли к границам Германии и к Верхнему Рейню. 1-я французская армия 22 ноября освободила Страсбург и к западу от Рейна в Эльзасе у немцев оставались войска только в районе города Кальмар. Союзники готовились к новому наступлению. Американской разведке было много известно о планах немецкого наступления еще в ноябре 1944 года, так как она использовала систему дешифровки немецких радиограмм УЛТРА. К тому же за счет воздушной разведки они знали о перемещениях немецких войск и их концентрации к востоку от Орден. Армейская разведка 3-й армии поставила в известность вышестоящее командование, верховного главнокомандующего на войсками союзников Дуайта Исенхауэра, который в своих мемуарах отметил следующее. Таким образом американское командование заранее готовилось к отражению наступления противника, расположив крупные мобильные группировки своих войск к северу и к югу от Орден, а в самих Орденах намеренно ослабил оборону, оставив там 28-ю и 106-ю пехотной дивизии. Все произошло именно так, как рассчитывали американские командующие. Немецкие войска пошли в наступление в Орденах, где союзники намеренно ослабили оборону. А когда немцы прорвались почти на 100 километров на запад, американские войска атаковали их своими мобильными группировками 1-й и 3-й армии с флангов с севера и юга, поставив немцев под угрозу окружения. Понятно, чем может закончиться для немцев такое наступление в форме Клина, когда их с севера и юга одновременно атакуют мобильные силы противника Котлом. 16 декабря 1944 года в начале операции немецким войскам удалось прорвать фронт англоамериканских войск на участке в 80 километрах и захватить в плен 30 тысяч американских солдат и офицеров. К началу января 1945 года положение союзников в Орденах продолжало оставаться очень тяжелым. Черчилль 6 января 1945 года обратился с посланием к Сталину, в котором, в частности, писал, «На Западе идут очень тяжелые бои, я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте». В течение января, 12 января 1945 года, Красная Армия перешла в наступление на широком фронте от Балтийского моря до Карпат. Командующий немецкими силами на Западе генерал-фельдмаршал Герт фон Рундштей был вынужден снять с Западного фронта 6-ю танковую армию СС, а затем еще 16 дивизий и отправить их на восток. Операция немцев в Орденах окончилась неудачей. Это наглядно показано на двух картах Орденской операции. Первая карта показывает наступление вермахта с 16 по 25 декабря, а вторая карта – контрнаступление союзников с 25 декабря 1944 года до конца января 1945 года. Частичное окружение, отступление и поражение немецких войск. По словам Эйзенхауэра, немецкое командование допустило серьезную ошибку. Начав наступление в Орденах, это было наступление отчаявшихся. Расстановка сил. Союзники войска участвовавшие в Орденском сражении. 21-я группа армий располагалась в Орденах. 1-я американская армия временно подчинялась 21-й группе армий. 30-й британский корпус из 2-й британской армии. 12-я группа армий располагалась в Орденах и частично в Лотаринге. 3-я американская армия. Командование союзников располагало значительными резервами, с помощью которых они могли пресечь любые попытки немцев прорваться в Орденах. Да и в любом другом месте остальные союзные войска располагались на Западном фронте. Так, в севернее Орден находились 2-я британская армия. 1-я канадская армия. 9-я американская армия. Южнее Орден находились. 6-я группа армий располагалась в Ильзасии и Лотаринге. Участвовала в Ильзаско-Лотарингской и позже кальмарской операциях. 7-я американская армия. 1-я французская армия. Во Франции из вновь прибывших американских дивизий формировалась 15-я американская армия, которая в начале 1945 года была сформирована и отправлена на фронт. Граница между 21-й и 12-й группами армий проходила по 50-й параллели северной широты. Граница между 12-й и 6-й группами армий примерно в 15 километрах к западу от города Сар-Брюкен. 1-ю американскую армию временно подчинили 21-й группе армий фельдмаршала Монтгомери. Так как она оказалась с севернее орденского выступа и у нее сообщение с 21-й группой армии оказалось намного лучше, чем с 12-й группой армий, которая оказалась южнее. Таким образом генерал Эйзенхауэр решил, что оперативное командование 1-й армии переходит к Монтгомери. Германия группа армий Б непосредственно напротив орден 7-я армия 5-я танковая армия 6-я танковая армия СС, группа армий G южнее орден 1-я армия 19-я армия группа армий H севернее орден 1-я парашютная армия 15-я армия 25-я армия. Начало немецкого наступления от 16 до 25 декабря 1944 года. Наступление немецких войск началось в утром 16 декабря 1944 года, и к 25 декабря немцы продвинулись на 90 километров вглубь обороны. Первой целью немцев, разумеется, были мосты через реку Мас, которая отделяла ордены от остальной части Бельгии и без захвата которых дальнейшее наступление было невозможным из-за географических особенностей местности. Затем они планировали наступать на Антверпен, через порт которого проходило снабжение 21-й группы армий на столицу Бельгии, Брюссель. Немецкое командование больше всего рассчитывало на свою тяжелую бронетехнику и нелетную погоду. Из-за постоянных снегопадов и сильной облачности, авиация союзников несколько дней не могла действовать и это временно сводило на нет превосходство союзников в воздухе. Нехватку топлива немцы рассчитывали восполнить за счет захвата трофейного топлива у союзников на складах в городах Льеш и Номюр. Мосты через майс оборонялись частями 30-ти британского корпуса и были заминированы саперами и готовы к подрыву на случай, если возникнет угроза их захвата немцами. Поддержать орденскую операцию должна была секретная диверсионная операция под кодовым наименованием «Гриф». Вот как описывает начало немецкого наступления американский журналист Ральф Ингерсол, который находился в войсках и принимал личное участие в отражении орденского наступления. У немцев как будто было все, внезапность, быстрота, огневая мощь и высокое моральное состояние. Глядя на карту утром 17 декабря, казалось невозможным остановить их. Они прорвали нашу линию обороны на фронте в 50 мили и хлынули в этот прорыв, как вода во взорванную плотину. А от них, по всем дорогам ведущим на запад, бежали сломя голову американцы. Реакция командования союзников и их действия. Генерал Дуайт Эйзенхауэр получил сообщение о немецком наступлении 16 декабря, когда он находился в своем штабе. Он и генерал Брэдли стали анализировать возможные последствия атаки противника. Эйзенхауэр в своих мемуарах сравнил орденское сражение с битвой за Кассиринский перевал в Тунисе. Между ними действительно было сходство. Хотя при сравнении сил, вовлеченных с обеих сторон в орденское и Кассиринское сражение, последнее представляется просто стычкой. Тем не менее между ними существует и некоторое сходство. И тут и там это было наступление отчаявшихся. И тут и там противник воспользовался сильно укрепленными оборонительными позициями. Чтобы сосредоточить силы для нанесения удара по коммуникациям союзников в надежде вынудить их отказаться от планов непрерывных наступательных операций. Сколь невнезапными были для нас время и силы этого удара, мы не ошибались ни относительно места его нанесения, ни относительно неизбежности такого шага со стороны противника. Более того, что касается общего реагирования на эти действия противника, то в данном случае у Брэдли у меня имелся давно согласованный план ответных действий. В числе тех резервов союзников, которые можно было использовать почти немедленно, находился 18-й воздушно-десантный корпус под командованием генерала Риджуэя. Размещенный недалеко от Реймса, в состав корпуса входили 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии, уже испытанные в боях соединения. Незадолго до этого они вели тяжелые бои и в Голландии еще не полностью оправились. По приказу Эйзенхауэра 18-й корпус был немедленно передислоцирован на Ордене. Недавно на театр военных действий прибыла американская 11-я бронетанковая дивизия, а 17-я воздушно-десантная дивизия находилась в Соединенном Королевстве, готовая отправиться на континент. 87-ю пехотную дивизию также можно было доставить в угрожаемый район в пределах приемлемых сроков. В английском секторе, далеко на севере, Монтгомери готовился к новому наступлению. К этому времени он имел один корпус полного состава, не задействованный в операциях. Мы были уверены, что при наличии таких резервов на любое наступление, предпринятое немцами, мы можем в конечном счете эффективно ответить. 101-я воздушно-десантная дивизия держала оборону в городе Бастонь. Немецкая 5-я танковая армия неоднократно атаковалась разных направлений, но не смогла взять Бастонь. Оборона этого города серьезно затрудняла наступление немцев, так как там пересекались семь главных дорог в Орденах, которые были необходимы для снабжения немцев. 7-я американская танковая дивизия в течение пяти дней удерживала город Сен-Витт недалеко от бельгийско-германской границы на северном участке Орденского выступа. Этот маленький город также был местом пересечения важных дорог в Орденах, по плану немцы его рассчитывали взять в 18 часов вечера 17 декабря, но это удалось лишь 21 декабря. Такие задержки для немцев были недопустимы. Американские войска отступили и оставили город, но оборона города Сен-Витт также сильно затормозила наступление немцев. Но зато союзники удержали Бастонь. Оборона обоих городов сбила темп немецкого наступления и дала возможность союзникам перебросить в Ордены дополнительные войска 19 декабря 1944 года. Генерал Эйзенхауэр созвал совещание в Вердене, чтобы обсудить обстоятельства, сложившиеся в результате немецкого контрнаступления. Еще за неделю до этих событий, 12 декабря, генерал Паттон обсуждал возможность прорыва немцев с левого фланга своей армии в секторе 1-й армии, в результате чего был разработан план контрнаступления 3-й армии. На случай подобной акции противника Паттон сказал, как бы там ни было, противник выбился из графика, а потому я все больше и больше укреплялся в мысли, что нам удастся окружить и уничтожить его. Хотя нельзя было забывать, что в 1940 году немцы наступали так же, как и теперь, а затем повернули на юго-запад и, пройдя через Сар-Брюккин и Тян-Виль, обрушились на Мец. Теперь они могли повторить тот же маневр. Время начала атаки генерал Паттон определил 4 часа 22 декабря. Третья армия перешла в контрнаступление, атаковала немецкие войска с юга и начала продвигаться к городу Бастонь на помощь 101-й воздушно-десантной дивизии. Контрнаступление союзников и поражение немецких войск. 25 декабря 1944 года, 29 января 1945 года, к концу декабря погода улучшилась и союзники немедленно этим воспользовались. Авиация союзников стала наносить удары по наступающим немецким войскам и бомбить линии снабжения немецких войск, которые испытывали острую нехватку горючего, так как не смогли захватить топливные склады в Льеже-на-Мюре. Они не смогли достигнуть даже первой цели операции захват мостов через реку Майс, так как не дошли до реки. Тем временем американские войска, усиленные за счет передислокации с других участков фронта, нанесли контрудар 3-й американской армии с юга в направлении города Бастонь. А 1-я американская армия вместе с 30-м английским корпусом полностью остановили наступление противника. 101-я воздушно-десантная дивизия в Бастонь сдержала натиск противника и была деблокирована частями 3-й американской армии. Наступление вермахта захлебнулось у бельгийского города с эллютром 25 декабря 1944 года всего лишь в 6 километрах от реки Майса моста в городе Динан. По иронии судьбы это был последний населенный пункт на пути к Майсу. Здесь было острие Орденского выступа, то есть самая западная точка немецкого наступления в Орденах. Здесь 2-я немецкая танковая дивизия, наступавшая в авангарде 5-й танковой армии, попала в окружение у городка Сель. 2-ю немецкую танковую дивизию окружили 2-я американская и 11-я британская танковые дивизии. Это был редкий случай в истории, чтобы в сражении столкнулись две дивизии противников с одинаковыми номерами. К 25 декабря 1944 года, как стратегическая операция наступления немецких войск в Орденах закончилась полным провалом. Они не выполнили даже тактических задач, не смогли захватить мосты через реку Майс и даже не достигли самой реки. В основном это было связано с проблемами снабжения немецких войск топливом и боеприпасами. Несмотря на приказы Гитлера продолжать наступление, немецкие войска начали отход. 3-я американская армия, освободив Бастонь, вклинилась в южный фланг немецких войск и тем самым перерезала линии снабжения немцев к югу от Бастони. Немецкая 5-я танковая армия оказалась под угрозой окружения. У вермахта для отступления оставался только коридор. К северу от Бастони шириной всего 40 километров. Он с обеих сторон простреливался перекрестным огнем, американских 155 мм орудий, у которых дальность стрельбы от 2.0 до. Американские артиллеристы использовали новые снаряды с радиовзрывателями, которые оказались очень эффективными в орденнских лесах. Вдобавок ко всему этому, американская авиация регулярно совершала налеты на отступающие немецкие войска. Утром 1 января 1945 года в рамках операции «Бальденпляти» около тысячи немецких самолетов нанесли внезапный удар по аэродромам во Франции, Бельгии и Голландии, в результате чего было уничтожено 305 и повреждено 190 самолетов-союзников. Значительно повреждены были взлетно-посадочные полосы и материально-техническая часть аэродромов. Но и для Люфтваффе итог операции был крайне тяжелым, а действия авиации и зенитных расчетов союзников было потеряно 292 самолета. При этом погибло 143 летчика и еще 70 пилотов попали в плен. 1 января немецкие войска вновь перешли в наступление на этот раз в Ильзасе в районе Страсбурга с целью отвлечения сил союзников. Но во многом это были уже лишь отвлекающие удары локального характера проводимые небольшими силами. Стратегическую инициативу вермахт уже потерял безвозвратно. 3 января 1945 года англо-американские войска от мелких контратак перешли в полномасштабное наступление на немецкие позиции. К 15 января 1945 года части 1 и 3 американских армий соединились к северу от Бастани в районы городов Уф-Фалис и Навиль, тем самым ликвидировав более половины орденского выступа. 12-й корпус 3-й армии совершил прорыв через реку Сюр в 3 часа 30 минут утра. 18 января без артиллерийской подготовки и застал противника врасплох. 101-ю парашютно-десантную дивизию передали в 6-ю группу армий. Они потребовались для продолжения атаки на Кальмарский котел. 23 января 1-я армия освободила город Сен-Вид. Дальнейший план наступления 12-й группы армий предполагал штурм линии Зигфрида. 24 января оставшиеся немецкие части общей численностью около 300 000 человек были полностью окружены в Бельгии, но продолжали сопротивление. 12 января 1945 года советские войска перешли в наступление на всем советско-германском фронте. Немецкое командование вынуждено было окончательно отказаться от дальнейших попыток наступления на Западе и начать переброску сил на советско-германский фронт. Во второй половине января – начале февраля 1945 года на советско-германский фронт было переброшено 13 наиболее боеспособных дивизий, в том числе 6 танковых и моторизованных, 800 танков и штурмовых орудий и другая боевая техника. Военные преступления, совершенные немецкими и союзными войсками. 17 декабря возле бельгийского городка Мальмеди отряд под руководством полковника СС Иохима Пайпера уничтожил более сотни пленных американских. Солдат из 285-го разведывательного дивизиона полевой артиллерии. Это преступление вошло в историю как бойни у Мальмеди. Факт целенаправленного уничтожения пленных при Мальмеди не был подтвержден убедительными доказательствами. В частности, смертный приговор Иохиму Пайперу, который взял на себя вину за действие своих подчиненных, был отменен на основании свидетельств его пыток и лжесвидетельствования во время расследования. Результаты. К 29 января союзники полностью ликвидировали орденовский выступ и начали вторжение в Германию. Немецкое контрнаступление закончилось провалом, не выполнив поставленных задач. Вермахт потерял в боях более трети бронетехники и практически всю авиацию из участвовавших в наступательной операции. Большое количество ресурсов израсходовал топливо и боеприпасы, которых и так не хватало Вермахту в конце войны. Все это могло бы понадобиться для обороны западных границ Германии или могло быть использовано немецким командованием на других фронтах. Несмотря на то, что немецкое командование не достигло поставленных результатов, орденовская операция задержала наступление англо-американских войск на Рейне на шесть недель. Союзники планировали наступление на 18 декабря 1944 года, но пришлось перенести его на 29 января 1945 года. Память. 16 июля 1950 года в Бастани состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного павшим в сражении американским солдатам. Первый камень мемориала был заложен 4 июля 1946 года в конкурсе архитектурных проектов, объявленном осенью 1946 год. Победил льешский архитектор Джордж Дедойар. Продолжение следует...